Беларусь 4 18 подвалов, жилых домов и 68 хозпостроек. Работники МЧС круглосуточно проводят мониторинг поводковой ситуации. Созданные на территории региона 4 сводных отряда готовы в течение 6 часов произвести передислокацию в любую точку Гомельской области. А вот в следующих ЧП погода не виновата. Два из них произошли в субботу в Калинковичском и Жлобинском районах. Там горели жилые дома. В первом случае здание уничтожено полностью. Труп хозяина дома обнаружили под обломками строительных конструкций. В Жлобинском районе при проведении разведки звеном газдымозащитной службы в горящей комнате на полу в бессознательном состоянии были обнаружены пенсионерка, хозяйка домовладения 1940 года рождения и ее сын 1967 года рождения. Оба были переданы работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали их смерть. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Похожая трагедия произошла на следующий день в Будокошелевском районе. Здесь, в одной из комнат горящего здания в деревне Кривск, был найден хозяин дома и его брат. Оба мужчины погибли и вновь одной из рассматриваемых версий стало неосторожное обращение с огнем при курении. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Вместе с тем огнем уничтожена кровля на площади 30 квадратных метров. Повреждены потолочные перекрытия и имущества внутри. Во всех случаях проверку по факту гибели людей проводит следственно-оперативная группа. Не менее жарко было и на дорогах региона. Зарегистрировано 52 ДТП. К несчастью, без жертв и пострадавших не обошлось. Трагедия произошла поздно ночью на трассе М5 в Жлобинском районе. На 213-м километре под колеса Вольцвагена попал 42-летний пешеход. Мужчина шел по проезжей части в попутном направлении. Пешеход с вето-возвращающими элементами обозначен не был. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. На данный момент проводится проверка. Еще одно ДТП произошло в Лирическом районе. На закруглении дороги 23-летний мотоциклист неправильно выбрал скорость. В результате не справился с управлением, съехал в Кювет, где опрокинулся. С травмами молодой человек был госпитализирован. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова